Россия, устремленная в будущее, прошел форум действий Общероссийского народного фронта. В нем приняли участие более 4 тысяч человек. Это активисты, эксперты, представители органов власти и журналисты, а также активная молодежь, для которой организовали специальную площадку в рамках молодежки ОНФ. Этот форум уже назвали самым масштабным в истории Общероссийского народного фронта. Он собрал почти 5000 единомышленников, неравнодушных людей со всей России. Для каждого из них очень важна судьба страны вообще и своего региона в частности. Каме выбраны очень правильные и нужные направления в защите интересов людей. Это известные проекты, которыми вы занимаетесь. Общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранения, образования. Это защита экономии и обустройства территории. Это дороги, то есть инфраструктура. Главное, эти и другие инициативы приносят ощутимый конкретный результат. Форум проходил в два дня. В первой работали шесть тематических площадок. Каждая из них стала местом обсуждения инновационных, экономических и социальных методик повышения качества жизни человека. Второй день стал днём подведения итогов работы площадок. Были сформулированы предложения. Они и составят базу дальнейшей работы фронтовиков с администрацией президента и правительством России. Также в рамках форума действий наградили победителей конкурса молодежки ОНФ «Образ будущего страны». Памятный фото торжественного момента. Под ваши аплодисменты. Этот форум недаром назвали итоговым. Ведь именно оценка результатов проделанной работы даёт возможность двигаться дальше в правильном направлении. Наряду с другими реализуемыми ОНФ проектами, активисты оценили итоги работы федеральной программы формирования комфортной городской среды. По итогам, скажем так, рейтингу наших коллег из федерального ОНФ, получилось, что мы заняли уверенное четвёртое место. Рейтинг в первую очередь формировался, исходя из того, какую задачу поставил нам президент и наш лидер. Это промониторить и провести учёт, как ведётся учёт мнений жителей. Чтобы то, что они хотели, именно появилось в рамках этой программы в их дворе, в парке или ещё в каких-то общественных территориях. Что касается итогов работы других приоритетных направлений деятельности ОНФ, то за этот год устранены более 40% нелегальных свалок. Отремонтированы почти 25% дорог. Более 21% общественных территорий включены в программу благоустройства. Наталья Григорьева, Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова